МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! В эфире наш общий дом. С наступившим вас новым 2024 годом! В эти праздничные дни принято ходить друг к другу в гости. Мы не будем нарушать эти добрые традиции и заглянем в гости героям наших программ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"2023 год, он был непростым. Вы знаете, что он был ознаменован рядом событий. Эти события очень знаковые, как для нас, так и для мировой общественности. Конечно, мы не можем не говорить о том, что и наш Центр гуманитарной помощи еврейской общины продолжил свою работу, потому что мы реализовали ряд гуманитарных проектов для людей, которые приезжали к нам из соседних стран, но теперь уже, к сожалению, и для граждан Израиля. Этот сложный год еще раз показал, насколько важно нам быть сплоченными. И я хочу выразить благодарность нашему гражданскому обществу, государственным властям, Республике Молдова, местным властям за ту поддержку и взаимодействие, за наше сотрудничество, которое из года в год укрепляется и которое становится все более и более важным, потому что живем мы в одном государстве, и это очень важно, как мы строим это общество. И как только мы обращаем больше внимания на то, что касается соблюдения принципов демократических прав человека, конечно, на всем становится здесь комфортнее, спокойнее жить. Именно этого мы старались достигать, над этим мы работали в 2023 году. Мы продолжали отмечать праздники еврейского календаря, и мы рады, что все большее количество граждан Республики Молдова, не только членов еврейской общины, интересуются, посещают наши мероприятия. Это знаковые мероприятия, это и Песах, это и Рушушина, это Новый год по еврейскому календарю, о котором мы рассказывали. И, может быть, для кого-то это новость, для кого-то это более экзотично, что где-то в начале осени отмечают Новый год, отмечается он совсем иначе, не тем, что мы наряжаем елку, может быть, и кушаем мандарины, а соблюдаем другие традиции. Но именно этим и красиво наше многонациональное, полиэтничное общество Республики Молдова, то, что мы знаем об этих традициях, что мы их ценим, что мы уважаем друг друга. В году текущем хочется пожелать всем нам мира, сказать, насколько важно уважать друг друга, принимать наше разнообразие, ценить это, интересоваться культурой, религиозными обычаями, традициями, народов, которые проживают в нашей стране. Очень хочется, чтобы мы встречались по хорошим поводам, чтобы мы отмечали праздники, чтобы мы радовались успехам друг друга. И именно это ключ к сплоченному обществу, в котором соблюдаются права человека, и в котором ценится то разнообразие, которым богата наша страна. Какой Новый год без Деда Мороза? Известный молдавский кофе-джио Александр Стукалов решил порадовать взрослых и детей коллекцией Деда Мороза, собранные в разные времена. Когда перед Новым годом я нашел дома вот этого Деда Мороза, которого я помню, по-моему, с лет пяти-шести, то есть ему уже под 60 лет. Если мне 66, то этому Деду Морозу лет 60, ну, может, чуть меньше. И когда я принес сюда Деда Мороза, я встретил своего товарища Игоря Гутахова, который сказал, что у него дома большая коллекция Деда Мороза. И поэтому у нас до 15 января, а мой тебе весь январь, будет выставка Дедов Морозов и Снегурочек за советский период города Кишинева. Тут, по-моему, самый старый находится, ну, где-то с 60-х годов. Вот как и этот мой Дед Мороз. Вот это прям детством, знаете, попахло. Ну и плюс ко всему прочему, у меня в друзьях есть Наташа Вицинская, у которой есть большая коллекция новогодних отрыток. она собирает. И вот тут есть самая открытка. Это 1955 года. И вот это открытки тоже будут висеть на сценах. И вы, дорогие друзья, сможете увидеть коллекцию Игоря Гутахова и Натальи Вицинской. С огромным удовольствием получить удовольствие, потому что мне кажется, моя точка зрения, что эти все Деды Морозы и Снегурочки излучают доброту. Потому что они все были в то время, когда люди подарили подарки. И поэтому у них осталась такая теплая энергетика, которая вас зарядит на весь год. И, дорогие друзья, поэтому я хочу поздравить и наш любимый город Кишинев, и всю нашу страну, маленькую, но такую добрую, уютную страну. С наступившим Новым Годом пожелайте ей счастья. Ну и опять же, ввиду того, что я кофейджиу, то есть такое арабское пожелание богатства, чтобы ваш кофейник был всегда полон, и вы мололи кофе с утра до вечера. С праздником, любимая страна! Следующий наши герои – почетный консул Эстонии в республике Молдова Игорь Гончаров и его супруга Ольга. С нами они поделятся своими новогодними традициями и новогодними рецептами. Новому году в Эстонии предшествует Рождество, рождественские праздники и празднования. Это с 24 на 25 декабря, когда уже, в принципе, в домах все готово. До этого идут в лес, но сейчас уже покупают, но раньше, вот я помню, в детстве действительно, шли в лес, там, в снегу все, выбирали небольшую елочку, брали ее домой, украшали, и уже непосредственно 24-го, уже в канун Рождества, как бы по традиции, обязательно, в первое половине дня, чтобы успеть после обеда на мессу, в церковь, надо в бане обязательно. И люди омываются в надежде чистыми пойти в Новый год. И обязательно, кстати, вот тоже интересно, после того, когда вы были в бане, обязательно в парилке добавляют больше жара, пара, оставляют водички. Это остается для тех, кто уже ушел, кто не с нами, для того, чтобы они пришли в бане и тоже поучаствовали в этой процессе. После этого месса тоже, я вот с детства помню, это такое торжественное, захватывающее дух мероприятие. В церкви это большущие елки ставятся, горят свечи, причем вот как настоящая свечка с огнем, даются подарки, рассказываем, ну как типа калятки, и в общем очень торжественно. Новый год встречается, как скажем и везде, на столе, у нас здесь, правда, не все присутствует, но хозяйки готовятся. Ну вот то, что основные элементы, наверное, присутствуют, это выпеченный хлеб, кровяная колбаска, новогодние пряники, пиво, есть пиво у нас домашнее. Вот это настроение, вот этот дух, это очень важно впитать, и еще очень важный момент, это на этот праздник, на Рождественске, в первую очередь, всегда собирается семья, это в кругу семьи празднуется, и Новый год уже в кругу, и друзей, поэтому огромное спасибо еще раз вам, вот мы как раз продолжаем празднование Нового года уже, который шагает по стране, и вот вы зашли к нам, это большая радость, и всем, конечно, мира, здоровья, счастья, ну, знаете, как вот традиционно. Главное, чтобы все было в семье, тепло, душевно, и радость дети приносили. Первое января я просыпалась ни свет, ни заря, и сразу бежала под елку. Конечно же, там всегда ждали подарки. И вот эта традиция была передана, конечно, и нашей дочке, Дашеньке, а сейчас она передана нашей Настеньке, Андрюше, внукам, которые тоже ждут Деда Мороза, которые пишут письма Деду Морозу, и в ожидании подарков, потому что хочется чуда. Для меня, вот, честно говоря, до сих пор Новый год, у меня ощущение, вот где-то за 3-4 дня до Нового года, у меня ощущение, что в доме поселилось ожидание чуда. И вот это чувство есть, и в рамках вот этого чувства как-то и ведешь себя, где-то загадал желание, где-то записал. Еще есть традиция у нас вот с Игорем Николаевичем. Я всегда, когда мы разбираем елку, я всегда пишу письмо сама себе. Что было в этом году, что мы как наряжали елку, и что мы ожидаем от следующего года. И когда мы на следующий год наряжаем елку, я открываю это письмо. Иногда бывает очень грустно до слез, иногда бывает очень весело, по-разному, потому что все-таки то настроение, которое ты разбираешь елку и год назад, не всегда совпадает с тем, что у тебя через год. Ну вот как бы такие традиции. И, конечно же, хотим мы этого или нет, я всегда задумываюсь, мы вместе с Игорем обсуждаем все-таки, какая у нас будет новогодняя ночь, в плане, что приготовить. Потому что всегда хочется приготовить что-то такое вкусненькое, чтобы оно отличалось от того, что ты вкусно готовишься в течение года. Ну вот это как бы традиция Нового года. Подарки, подарки, подарки. В конце прошлого года русская община Республики Молдова отметила свое 30-летие. И мы зашли в гости к ее председателю, Людмиле Алексеевне Лощеновой, чтобы она поделилась своими воспоминаниями не только о работе общины, но и о том, как она праздновала Новый год в детстве. Все было очень интересно. Я была в органном зале на каком-то концерте. Сейчас я уже не помню, какой был концерт, потому что сообщение перебило все впечатления. Я получаю записку от Ливандовска Татьяны Михайловны, которая тогда была начальником департамента, называлась тогда Департамент национальных отношений, межничественных отношений. Она написала записку, что меня избрали в правление русской общины, как-то вот так примерно, не сразу вроде председателем. Я так была удивлена, изумлена. И зачем? Потому что, когда я была депутатом парламента, и создавались новые структуры, министерства, структуры, министерства, ведуства и так далее, был создан департамент национальных отношений. Я не сразу это восприняла как нужная структура. Мы все граждане Республики Молдова, и зачем нас нужно было делить по национальным квартирам, скажем так, да? Но со временем я поняла, что это, в принципе, неплохо. Для того, чтобы не забыли те, кому положено, что наша страна многонациональна. Но всегда я говорю, где бы мне приходилось выступать по этому поводу или по другим поводам и вопросам, даже и на встрече с президентом нашей страны нынешним, я подчеркнула, что наша община так же многонациональна, как и вся наша страна. Но прежде всего мы граждане Молдовы. Людмила Алексеевна хорошо знакома не только нашим телезрителям, но и многим гражданам Молдовы. Эта сильная, волевая женщина точно знает, чего хочет от жизни. А главное, что для этого нужно сделать. Она никогда не унывает и всегда верит в лучшее. Я родилась, и я была многодетная семья. Нас было трое. Старший брат мой, я и моя младшая сестра. Мы приехали в Молдову в 44-м году, когда Молдову освободили от немецко-фашистских захватчиков. Мой папа был пограничником, его перевели сюда, на южную границу, в село Колебаш, в Лаконежского района тогда, сейчас этот Кагульский район входит. Папа был комендантом погранкомендатуры. Пограничники всегда очень дружили с жителями населенного пункта. И папа... Я пошла в папу, я такая же общительная, папа такой же общительный, как я. Вы знаете, мы вот Новый год встречали в селе, я помню, вот в селе, это вот такая трудная была обстановка, очень трудная, но всегда на Новый год делались игрушки, всякие конфетти, там всякие из бумажек, там раскрашивалось, что-то такое. Вот семья вся готовилась к празднику. Мамина задача была, чтобы приготовить вкусности разные, тогда же не было конфет, там и того, все, мамочка сама нам там что-то соображала, что-то делала. Моя мама родная очень рано умерла. И папа остался с тремя детьми. Это наша семейная такая вот драма. Папа поехал в Одессу к своему другу, тоже пограничнику, и поделился с ним. Я думаю, что для телезрити это будет интересно, вот как создавались семьи. Папа рассказал своему другу, что вот такое горе, Галина ушла из жизни, трое детей, а он говорит, а вот тут у нас на площадке есть вдова с ребенком, давай познакомлю. Папа пограничник, он смелый, он взял фуражку, и они зашли на той же площадке. Папа сел, и по обыкновению пограничники зеленую фуражку всегда на колено себе. Кстати, я храню зеленую фуражку, она у меня есть. И дочка, кстати, тоже Людмила, моей второй мамы, она еще разговора не был начат, только так все усаживали. Она подходит, берет эту фуражку, одевает ее на голову, говорит, это будет мой папа. Дети решают все. Дорогие телезрители, я рада возможности поздравить вас уже с наступившим Новым Годом. Время летит так быстро, уже 9 января, мои дорогие. Я думаю, что вы все встречали Новый Год с новыми надеждами, с новыми мыслями, с новым желанием, чтобы на земле всей нашей был мир и покой, чтобы каждая семья имела достаток, чтобы дети наши, внуки, правнуки были счастливыми, чтобы они росли с уверенностью, что все у них в жизни состоится. Я рада, что наше телевидение дает возможность нам общаться с вами. Еще раз поздравляю. Самые добрые пожелания в моем поздравлении. Здоровья, благополучия Тетей Асофии Бини. В конце прошлого года ее армянской общины Республики Молдова произошли изменения. Ее председателем был выбран Карена Ганесян. Он молод, женат, воспитывает троих детей и ставит перед собой амбициозные планы. Как я себя чувствую в роли председателя армянской общины? Я хочу сказать, что, наверное, все-таки это большая любовь к моей родине, которая дает мне силы надежды на то, чтобы мы возродили и всегда могли удержать наши традиции среди нашей общины здесь, на месте. Я скажу, что в Молдавии армянская община одна из самых уникальных общин во всем мире. почему? Потому что в Молдавии живут армяне с 15 века. Есть семьи, которые столетиями имеют здесь корни. Есть армяне, которые прибыли в 90-е годы. наша задача правильно их скреплять, воссоединять традиции, языки, чтобы они учили язык своего народа. мы сейчас в этом году организовываем я думаю, что будут онлайн уроки для этнических армян, которые хотят знать свой язык. Будут онлайн уроки обучения армянского языка. Также наша община организовывает онлайн уроки для обучения румынского языка, что для нас очень важно, чтобы граждане Молдовы с армянского происхождения очень грамотно и хорошо знали язык. Я скажу, что большинство представителей армянского народа на территории республики Молдавия очень грамотно, очень красиво говорят на румынском языке. Так же, как и мои дети учатся сегодня в румынской школе, владеют очень грамотно языком, что очень важно для того, чтобы они знали язык народа, который принял нас. Это очень важно. большая большая возможность для них развиваться не только на территории Молдовы, так как язык у нас одинаковый с соседними странами, с Румынией, мы сможем иметь большие возможности так же, как и в Молдавии, так и в Румынии. что советует всем межэтническим народам, которые находятся в Молдавии, учить этот язык, потому что это уникальный язык, так как дает и в Молдавии большие возможности, и в Румынии. Армяне готовятся к Новому году с особой тщательностью, придумывая все блюда, которые будут поданы к новогоднему столу. В эти дни люди либо принимают гостей, либо сами ходят в гости. Никто никого специально не приглашает, однако во всех домах накрыты столы в ожидании родственников, друзей, знакомых, соседей и сослуживцев. Когда они придут и сколько их будет, вычислить заранее сложно, но это никого не смущает. Есть очень много национальных блюд, и новогодняя ночь, скажу, это тот волшебный день и ночь, когда в этот день практически на столе находятся все традиционные блюда, когда люди могут позволить себе праздновать, таким образом они наготавливают все наши традиционные продукты на стол, это может быть толма, это могут быть разного вида, по-своему приготовлены рыбы, шашлыки, шашлыки, люля, много мясных нарезок, бастурма, сучук. На самом деле, я скажу, что мы сейчас живем в том веке, раньше было на это, все радовались, да, вот, разным блюдам традиционным. к несчастью, сегодня не столь важно, что накрыто на этом столе, насколько важно спокойствие в мире, спокойствие в семье, в душе, потому что только духовное спокойствие и спокойствие окружающее может наполнить счастье и даже поменять вкус на этом столе. сегодня важен мир в этом мире. Поскольку у нас праздник и, как правило, в армянских многих семьях присутствует такой салат, как салат Ереван. В чем его отличие от других салатов? Это то, что добавляется непосредственно говяжий бастурма в этот салат и немного ежевики для украшения. В принципе, салат очень оригинальный, потому что он заправляется сливочным соусом с добавлением сыра Дор Блю. Поэтому он у меня такой иногда рисковатый привкус, но очень специфический и интересный. Поэтому вот сегодня мы представим вам такой салатик. Для начала я представлю ингредиенты, которые идут в салат Ереван. Это черри в нарезке, это салат айсберг, укроп, обычные огурцы, микс салата, в которые входит рукола, немного шпината, лола роса, лола верды. И, конечно, главный ингредиент это бастурма говяжья. И для украшения нам понадобится несколько ежевичек. Мы берем микс салата, далее свежие огурцы, айсберг, немного укропа, помидорки черри и говяжью бастурму. Теперь аккуратненько все это перемешиваем, для того, чтобы не подавить наши черри. Осторожно, нежно, не давим, перемешиваем наш салат, чтобы он выглядел аппетитным, свежим и непомятым. И выкладываем всю эту массу в сервировочную тарелку. Размешиваем наш соус сливки с сыром дорблю и выкладываем сверху на салатик. И для украшения добавляем ежевику. Итак, завершающий штрих, последняя ежевичка на украшения. И вот наш салат готов. Приятного аппетита и с Новым годом! Дорогие друзья, Новый год это волшебный праздник. И все желания, которые вы загадали в новогоднюю ночь, я надеюсь, что они у вас будут. я вам желаю любви, здоровья и мира вашему дому. Ламулцань, зернортарнишнурабур. Ну что ж, дорогие друзья, Новый год наступил и впереди нас ждут интересные темы и новые герои. Поэтому продолжайте смотреть программу «Наш общий дом» на канале Молдова-1. С Новым годом и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова